Друзья мои, всем привет! Вы снова на канале на Куз Бразер Хукс. С вами Димас, вся наша банда. Как всегда, у нас великолепный оператор Антон. И у нас сегодня второй обзор. Чуть подороже у нас будут продукции, будут консервы из всем знаменитого магазина Фикс Прайс. Все там были, все... Ну, большинство из нас было. И сегодня у нас вся будет продукция по 55 рублей. Было по 27. Ссылочку видите здесь наверху, естественно. Надеюсь, все это будет. Поснимали уже самую низкую ценовую категорию. Сегодня будет чуть дороже. Приступим к нашей дегустации, к нашему исследованию, что у нас можно есть, не есть, пробовать, не пробовать. Начнем с овощей. Будем чередовать, чтобы как бы не было у нас однотипности. Сравнивайте, чтобы вкусовые качества у нас более были разнообразные. Фасоль у нас интересная, фирму не знаю такой, какой-то. Фасоль печеная по-домашнему. Граммовка большая, 530 грамм. Это общий вес. А Владимирская область, Россия и Владимирская область. Ну, в принципе, нормально. Как всегда, два языка, то есть три точнее, два дополнительных. Чаще всего казахский идет во всех продукциях, которые у нас сейчас присутствуют на рынке и вообще, ну, на магазинах. Хранить 48 часов при открытии. Ну, и все, пробуем. Открываем. Баночка открылась легко, без всяких дополнительных. Запах приятный, вы знаете. И вот сверху не видно никакой плесени, как говорят, вот такое загустение. Значит, консервы такие вот достаточно свежие. Как бы все приятно. Вот, чуть-чуть вывалим, попробуем, как у нас достаточно будет. Чуть пачкались, но ладно, проблемы. Видите, все красиво. Фасоль достаточно структурированная, крупная, белая, бобы даже такие. Фасоль бобы крупные. Достаточно мягкая. Пробуем, что у нас на вкус. Прикольно. Реально прикольно. Я люблю фасоль бобы. В любом виде их. Если каша, первое блюдо особенно. Если куда-то еще добавлять, великолепно. Можно съесть по-американски, с яиченкой, одеть ковбоскую шляпу и быть в Техасу. Но мы в России. Бейсболки, как ни странно. Мой совет, вам покупайте такую фасоль. Тем более приятно. Это наше производство, Владимирское. Копчености, вкус не чувствуется, но хорошая. Да-да-да, может быть, кстати. Да, вот оператор. Похоже, как кильки томат. Ну, как томат. Это как бы вещь такая. Вот этот маринад, который идет из-под килек, в нее можно запихнуть все. Десятибальная девятка. Ну, как бы вкус нормальный. Прям неплохо. Я бы купил и ел бы пятибалльная четверка. Мой совет, вам покупайте, берите такую фасоль. Идеальная закусочка, если вы сами не закрываете фасоль. Прекрасный вариант. Кстати, идея хорошая, закрыть фасоль. Ну, попробуйте тогда-нибудь сделать. Скумбрия. Хозяин Балтики, называется фирма. Атлантическая, натуральная, с добавлением масла. Нет, а 240 грамм. Такая скумбрия. Плаковка старая, без ключа. Обязательно понадобится вам открывашка какая-нибудь. Не знаю такую фирму. Производство Санкт-Петербург. Срок годности у нас производства в прошлом году, но свежая. Так что вскрываем. Приобрели вот такую открывашку, более современную. А то с той намучились. Чуть друг друга не зарезали. Но сделали. Ну, такое себе, конечно, вскрытие. Запах такой. Это, мне кажется, из-за этого течет. Из-за двери там запах тут что-то жгет. Знаете, напоминает мне запах горбуши. У нас, кстати, будет горбуши чуть дальше. Она вот как в собственном стаку получается. Тут, наверное, так и написано. Я не прочитал. Ну, достаточно много жидкости. Мы ее вот сольем сейчас. И по цвету она как-то вот немножко розовая. Напоминает горбушу. Хотя написано скумбрия Атлантическая. Всю воду слил. Три кусочка получается. Четыре. Три с половиной где-то. На всю банку. Воды достаточно много. Но при этом, как бы, если кто любит, хлебушком можно помакать. Сейчас попробуем, что у нас на вкус. Она достаточно такая тверденькая. Суховато. Суховато, но у него, ну, как бы, запах какой-то вот есть с стороны. Она крепкая. Все отламывается хорошо. Смотрите, разломывается идеально все. Косточки отделяются. Она все провалена, все хорошо. На вкус не соленая, не перченая. Просто, как бы, в собственном соку. Реально приятная. Нет лаврушки, нет специй никаких. В принципе, я здесь не обнаружил. Именно, именно, вот, собственный сок, собственная консервация. В принципе, можно взять за 55 рублей. Не вижу ничего там плохого. Хорошая это. И суховато. Если хотите, можете из нее суп сварить. Также первое блюдо можете в салат добавить какой-нибудь сделать. В принципе, это нормально такую скумбрию добавлять в салат. Я давно такую, если честно, не видел скумбрию в консервированную. И она целиковая такая вот получается после вскрытия. Обычно все раздроблено вот такими кусками. А тут целый кусок, полноценный. Но она очень вкусная. Вот краешек берешь, она жирненькая. Так что приятно. Берите, вот, скумбрия. Хозяин балтики. Питерская фирма. Срок годности 24 месяца, 2 года. Долго хранится. И следующая у нас консервы, тоже рыба. Фирма достаточно широко представлена везде, во всех магазинах, общедоступных. Не только FixPrice, Доброфлот называется эта фирма. Все, у нее есть все позиции, все рыбы, какая, мне кажется, водится в морях. Сельдь тихоокеанская, жирная, в желе. 2,60 грамм. Фирма до такой степени сейчас вот раскрученная, что у нее даже этот QR-код тут есть. Такая вот крутая вещь. В современном мире, где QR-код сейчас везде он есть. Скоро, мне кажется, будем в туалет ходить по QR-коду. Чтобы это, как там, по большому, по маленькому, извините, 3D-тур плавбаза. Типа тур. Прикольно они сделали. Типа у них есть тот тур, как они ловят. Типа, наверное. Молодцы. Срок годности два раза меньше. Год всего лишь хранится. Свежие вообще этого года, 21-го. Вскрываем, пробуем. Крышка, замок современный. Сельдь жирная в желе, напоминаю. Смотрите. У нас желе есть. И где-то есть там сельдь, видимо. Присутствует. Желе хорошее такое, да. На вид приятно, как бы все. Селедочка присутствует. Так что сейчас вывалим, посмотрим. Вот так. Много не будем. Оставим баночки. Смотрите. На вид приятно. Кусок целой селедки есть. Вот такой. Чуть дробленая, но она нормальная. Желешечка присутствует. Сейчас будем пробовать. Она жирная, да. Именно как написано. Мне прикольно. Смотрите. Интересно. Они не обманулись, что жирная. Возьму с хлебушком. Кстати, оператор отказался от скумбрии. Не пробовал ее. И стоит улыбается. Восьмерка десятибальная. Суп из нее не сваришь. Ну, сваришь, но он получится какой-то не очень вкусный. Но закуска, как закуска, приятно. Советую покупать. Пятибальная. Даже икра есть. Даже за икру пятибальную четверку поставлю. Приятно. Все, попробуем. Ну, икра, конечно, соленая. Ну, вообще никакая вата. В отличие от самой рыбы. Вкусная селедка. 55 рублей достаточно сливушком съесть. И дальше, ребята, мы решили перевести опять на овощи. Оливки маслины. Без косточек. Вес 280 и 90 грамм. Даже 300 и 98 грамм готовый продукт. Фирмы нету. Без названия. Просто оливки маслины. Фирмы вот не оставляет здесь, что странно, своего названия. Открываем, пробуем. В принципе, все обычно. Маслины черные не видно. Там все черное. Зеленые вот оливки видно. Все более-менее. Ну, в принципе, стандартный набор. Выливать воду не будем. Просто попробуем. Пробуем оливки. Ну, не очень вкусные. Орки. Горковатые. Напоминаю, что они без начинки. По 50 рублей. 55. У меня сегодня категория. Чуть жестковатые. Я бы такие не стал есть. Такие не нравятся. Вот. Просто сейчас все оливки маслины 100 рублей стоят. Не меньше. Это 55 рублей. Как бы в два раза дешевле. Сами понимаете, что такой продукт. Наверное, хреновый город Малага, Воспании. Раз такие там оливки с маслиной растут. Не ехать сюда точно. Ехайте в деревню и отдыхайте там. Пробуем маслины. А что у нас на вкус? Они помягче, естественно, как обычно. Как обычно, они менее вкусные. Не соленые. Точнее, безвкусные. Кому как нравится. Кто-то не любит вообще оливки маслины. Я люблю. Это от этой фирмы намного вкуснее маслины. Черные, чем оливки. Оливки вообще не полные. Я бы не стал вам советовать покупать. Двушка, даже полтора по пятибалльной и пятерка по десятибалльной. Даже четверка. И они очень. Эти вкусные, приемливые. Восьмерочка, десятибальная. Трешечка. Ну, четверочку можно поставить за цену. За маслины. Короче, не берите оливки, берите маслины. Многим они не нравятся. Но за 55 рублей можно брать маслины. Молодцы. Хорошо. Фирма тут какая-то наша. Хорошо делают. У нас сегодня мясо. На прошлом обзоре была эта компания. Русском. Представлена в низких категориях. Паштет отличный. Остальное все полное гав... Оказалось. Какой-то цыпленок там был. Я не знаю. Это вообще... Ну... Я еле до Москвы доехал. Мне пучило. Как будто последний раз. Хорошо бумага была с собой туалетная. Ну, это как бы отступление. Гост есть. Особый контроль есть. Индейка изображена с каким-то большим тут... Я думал сначала червь, но у индюшек есть такой нарост. Чем больше, наверное, тем... Чем они могучие. Капуста тут почему-то изображена. Возможно, будет с капустой. Индейка с капустой. Так и написано. Вот. Оператор на меня злостно посмотрел. Я не прочитал это все. Да. Индейка с капустой. Ну, такой шрифт как будто незаметный. Ну, в принципе, должно быть, если там будет грудка, должно быть, ну, вкусно. Мне грудка нравится. Если, может быть, какая-то другая часть кожи, то невкусно. Для срок годности три года. Прошлогодний августовский сбор индейки произошел. Так что не страшно. Перед употреблением рекомендуется разогреть. Естественно, мы греть не будем. Просто вскроем. Ну, смотрите, ключ здесь присутствует. Объем, не сказал, 325 грамма. Открываем и будем сейчас смотреть и пробовать. Что у нас получилось? Банка без вдутия. Вот такая вот у нас индейка. Вот такая у нас. Запах пока не могла уловить рыбный. Тут какой-то присутствует у нас. О, ну, запах капусты такой. Запах капусты. Я теперь понимаю, почему надо разогреть. Интересно. Да, я бы разогрел на самом деле. Где-нибудь на свежем воздухе в походе. Приятно. Ну, тут такое вот мясо. Чувствуется, что жил какая-то попалась. Уже вот я... Оп! Чуть отлетело. Я думаю, даже вываливать не будем. Всем все понятно. Просто из баночки попробуем. Вот какие-то вот эти... Вот эти вот твердые комочки. Мясо мне не нравится. Но попробуем сейчас как раз один из них. Что это за комочек? Это дико, естественно. Ну, вот капуста вкуснее, чем индейка здесь. И кожица присутствует, да, и жирок есть. Я бы не стал такой покупать. Ну, может, не, я бы съел это в походе с голодухи точно. С клепушком даже вот. Как ни странно, не соленая. Ну, мне такое не нравится. Я не советую покупать. Мясо есть, капуста есть. Если, может быть, разогреть, вкуснее будет. Но не всегда так. Я это все проглашу, съем. Но не советую покупать, брать даже за 55 рублей. Я бы за 27 даже. Вообще даже я не взял бы ее, возможно. Так что мой вердикт, это четверка по 10-балльной. И двушка по 5-балльной. Ну, потому что здесь есть мясо. Ниже не поставишь. На вкус, конечно, все странно. Потом попробуем, увидим, как кошки едят. Нет, ну, капуста они-то вряд ли будут есть. Но вот, может, мясо съедят. Кошки у нас опытные в этом деле. И берите. Не берите индейку с капустой от Рускома. Дальше у нас, естественно, идут опять морепродукты. Сардина. Только на Дальнем Востоке мы добавляем рыбу и производим консервы. Такой баннер у них. 250 грамм массы сардины. Натуральная, тихианская. И в АСИ, в скобочках, с добавлением масла. По ГОСТу сделано в России. Прим РИБ СНАП. Вот такое название. Пробуем, скрываем. Замок, кстати, да. Замок старый. Ну, понятное дело все. Потому что это все для России предназначено. И такой вот видок у него сразу. Ну, у нас просто низкая температура. Они, естественно, лежали в холодильнике. Жирок-то вот тут застывший. Ну, в принципе, если поковыряться, обнаруживается и рыбы много достаточно. И все хорошо. Ну, на запах, в принципе, консервы рыбные. Как бы ничего плохого я не скажу. Оператор не знает. Морщится. Ну, возможно, что-то ему он ловил не тот запах. Попробуем вот этот кусочек иваси. В принципе, иваси должно быть вкуснее. Да, приятное. Точнее, невкусное. Безвкусное, точнее. Вот так, если можно выразиться. Уваси, в принципе, ивкусно. Но есть такой селедочный вкус. Она суховато, что-то мне показалось. Есть бульон. Опять же, повторюсь, перчики есть, специи. Я бы не стал есть, возможно, такое как-то дома. О природе. Слебушком. Под разговор бы. Всегда такое заходит. Как бы попробую. Первый не раз кушал. Вываливать не буду тоже. В принципе, все и так видно. Бульон не так много. Рыбы достаточно много. В принципе, хорошее. Вкус натуральный. Семерка по десятибалльной. Я поставлю четверку по пятибалльной. Можно есть. Так что приятно. Покупайте хорошие иваси, сардины. Неплохо. Опять к овощам переходим. И у нас икра из кабачков. Секлянная баночка. В принципе, должна быть дорого. Но 55 рублей. Срок годности три года. Масса нет. 480 грамм. Краснодарский край. Фирма Solvita. Какое-то. Такое название. Так что вскрываем. Пробуем. Оп. Вскрывается легко. Вот. Да. Смотрите. Цвет отличается. Сверху вот баночки. Видимо, это не новая, но 2000 год. Ой, 2020 год. Это мы все снимем. Не очень приятная вещь. На запах. Ну, такое. Пахнет икрой. Вываливать, наверное, не буду. Так вам покажу. В принципе, нормальная. Пузырики. Сейчас с хлебушком попробуем. Сладкая, хорошая. Такая, в принципе, не горчит. На первый взгляд. С хлебушком попробуем. Нормально. В принципе, съедобно. Опять же, на природе, если вам не устану повторять это, это самый лучший вариант закуски взять с собой. Неплохо. В принципе, за 55 рублей достойно. Упаковка красивая. Запах приятный. Не мерзкий. Восьмерка по 10-балльной. Четверка по 5-балльной. Неотратная еда. Можно есть. Плохого сказать ничего. Только вот пузырики эти. Но, видимо, такая консервация. Застойная штука. Советую вам покупать. Тем более, за 55 рублей полкило. Отличные икры. Нормально, в принципе. И тут же сейчас перейдем. Будем пробовать опять рыбу. Рыбы у нас много. Фирма Клёва. Сайра. Тихоокеанская, натуральная. С добавлением масла. Опять маслица изображена. 250 грамм. Город Симферополь. Улица Карла Макса. Фортуна Крым. Крым наш. Республик Крым. Изготовлена по заказу с Пиро Группы России. Город Екатеринбург. Упаковка старая. Без ключа. Вскрываем, пробуем, что у нас за Сайра. Такой сразу пошел какой-то у нас воздух из баночки. Сдуть и не было. Масло есть. Убираем крышечку. Все стандартно. В принципе, все видно. Масла есть много достаточно. Сайра большими кусками. Кстати, плавнички есть тут. Молоко. Куски йод большие. В принципе, целиковые. С потрошками, естественно. Все это у нас тут есть. Вываливать я не буду. Сейчас просто кусочек попробую. Как на вкус. В принципе, разваливается. Едом суховато. Я ошибся. Знаете, какой-то большой кусок молоки. Или печень. Что-то такое. Я не знаю. Пол банки занимает. Вот. Ну, на вкус не очень. Подтошнивает. Что-то мне. Извините. Вот. Ну, на вкус. В принципе, нормально. Вкус есть. Но не пошло что-то. Из-за масла, наверное. Сейчас оператор попробует. Может, что-то скажет. Свой вердикт. Ну, он может. Не хочет что-то пробовать. Он сегодня не готов что-то. Ничего. У него там куча банок. Больше, чем у меня уже сейчас. Но он не готов пробовать. Я даже не буду тоже больше пробовать. Не хочу молоко. О, глядь, тошнит я. Это печень какая-то. Ну, кому нравится, тому нравится. Тут пробую. Ну, масла много очень. Все, я могу вылить, показать это все. Все эти дела. Консервный не хотел, но покажу. Ну, в принципе, вот так. Куски есть рыбы. Раз, два, три, четыре. Ну, где-то четыре-пять. Большая банка. И вот такие вот большие куски печени здесь. Не, ну, в принципе, удобно в таежном лесу. В каком-нибудь с голодухи, когда есть нечего. Когда вы убежите от погони какой-нибудь сотрудников полиции, баночку вскрыли где-нибудь и съели. И нормально вам точно будет, чтобы не ловить никого. Какое зверьё и рыбу я бы съел. Так что, перед тем, как это, куда-то бежать, вбегаю, зайдите в фикс прайс и купите вот такой вот сардины. Сардины, они как на Зесайро. Фирма клёва. И попробуйте уйти в леса. Насколько у вас хватит. Надеюсь, не стошнит вас, как меня. Так, сейчас оператор попробует, оценит. По пятибалльной я бы двушку поставил. По десятибалльной, ну, пятёрку я поставил. Ну, как бы всё съедобное, всё хорошо. Я бы не купил реально за 55 рублей даже такую рыбу. Я бы не советовал вам покупать. Давайте рыбу опять попробуем. А, это не рыба, это кальмар вообще. Торговый дом МС. Кальмар, тушка, филе порционный. Без кожи, натуральный. 185 грамм. Город Калининград. 36 месяцев хранится. Открываем, пробуем, что у нас в этой баночке. Вот такая пенка тут почему-то у нас. Ну, вот такой кальмар у нас. Вот такой кальмар. Какие-то потроха, как бы, знаете, такие-то, как она называется, я уже не помню. Ловечки там или кого. Ну, запах, блин, такой. Ну, такой не очень приятный. Это жесть. Не буду я этого вкусу... Не буду я его есть. Ну, вот сейчас попробую этот вкус. Блин, ребят. Невкусно, что тут. Нет, кому кальмар нравится, не знаю. Просто я кальмар не люблю. Он жесткий, он невкусный, честно. Не, ребят, вот не советую брать кальмар в такой категории у нас ценовой. Ну, это хуй полный. Ну, реально. Либо я не понимаю в кальмарах толк, либо что-то кальмары не понимают меня. Сейчас оператор попробует, может, вот кусочек вот этот как раз большой. Может, скажет, мне не понравилось. Я все без оценки. Ну, как бы, дам оценку один-один везде. Ну, мне не нравится такое. Что, вкусно? Он вообще без вкусного. Ну, он без вкусного. Ну, я не люблю жесткий. Ну, он жесткий, это невкусный. Не над кошкам плевать. Выкинь в пакет, блин. Ну, короче, кальмар это замоченная бумага какая-то. Вот данный вот сейчас вот в этой консервах. Не покупайте вообще. Ну, это, ну, 55 рублей лучше на что-нибудь другое потратите. Я не советую вам покупать это. Это невкусно. Все, надоело нам невкусно есть. Пойдем к вкусному. Такие вот огурцы у нас. Огурцы корнюшоны, маринованные. Фирма такая же, как вот мы пробовали фасоль подкопченую. Какая-то, не знаю, что за фирма такая. Ну, такая же вот, полкило огурцов, общий вес 250, масса огурцов. Вскрываем, до 23-го года, в 21-м произведен. Такие корнюшончики у нас. Ну, такие нормальные, в принципе, приятные. Ну, вот попробуем сейчас без всего. Они не знают просто рецепт, как мама готовит. Мои огурцы. А еще, я не понимаю, как люди могут такое покупать. Здесь ссылочка. Вот, сверху будет. Мы делали огурцы и помидоры. По нашему рецепту. В прошлом году. Так что, кому интересно, и приготовить вкусные овощи на зиму, а не покупать и не тратить 55 рублей. Лучше соли купить на эти деньги. И сделать сахар. Вот без вкуса. Как вот кальмар. Я вот перед этим еле кормаю. То же самое. Там замоченная бумага, и здесь замоченная бумага. Ладно. Оператор предлагает мне с водочки, это сделать дело. Как огуречки без водочки. Так что, посмотрим сейчас, может быть, как кормишончики изменят свой вкус, чтобы ваше здоровье. Они и без запаха никакого. Без вкуса. Не, не вкусные. Невкусные огурцы. Фасоль была намного вкуснее. Просто реально я поставлю единицу, а то и по 10-балльной, и 5-балльной. Не умеют готовить огурцы, к сожалению. Вообще безвкусные. Нету вкуса у них. Никакого. Не покупайте такие вот огурцы в экспрессии. Такой фирмы. Я надеялся на какой-то приятный результат от огурцов сгладить рыбку консервированную. Но только сгладила водочка, пока это все дело. Перейдем вот опять к овощам. У нас овощи сегодня знаменитой фирмой Бандюэль. Чили микс. Чили микс. Я такое вообще вижу в первый раз. Объяснен в меру острый. Сладкий перец присутствует. Основа для салата. Без консервантов. Идеально к зеленому салату. Но вообще тут все и списали. Куда, чего, для какой цели оно идеально. Ну, фирма хорошая. Бандюэль всем известная. Новинка. Объем 425. Продукт 255. Масса нет 310. Так что все хорошо. Пробуем. Открывашка хорошая. Ключ в Бандюэле всегда замечательный. Ну, как бы вот. Чили микс кукурузы. Вот она. Приятный запах. В принципе, все, что на картинке изображено, все есть. Так что пробуем. Хорошая кукуруза. Бандюэль всегда хорошая. Единственная кукуруза, на которую клюет. На другие не клюет. Не острая. Даже не в меру острая. Не острая. Сладкая кукуруза. Даже попробую. Тут много чили. Или сладкого перца. Непонятно. Приятный. Я бы купил. Реально девяточка, четверточка. По баллам. Может даже салат добавить. Реально как тут изображено. Чтобы не пустую. Типа кукурузу. С какими-то добавлениями. За это не зря. Мне не жалко потратить 55 рублей. Это реально вкусно. Но это опять же мне нравится кукуруза. Может вам она не нравится. Я вам говорю. Кто даже рыбу ловит. Тарп клюет только на бандюэль. Так что мой совет. Покупайте бандюэль. Переходим еще к одной овощной нашей закуске. Италия микс называется. Чили микс. Италия микс был. Тут как бы то же самое все. Сладкий перчик. Спелые маслины. Пикантные оливки. Идеально для салата. Как бы то же самое все. Та же самая картинка. Италии. Куда это можно все добавить. Все легко открывается. Даже дети откроют с этим справиться. Так что беречь от детей точно надо. Оливки. Маслины. Сладкий чили. Перец точно болгарский обычный. Достаточно много всего присутствует. Вот пробуем. Со всеми делами сразу. Ну да я понимаю. Реально бандюэль молодцы. Мой совет покупайте. Реально по. Даже по десятке. Десятка-пятерка поставлю. Очень вкусно. Мне нравится. Кому нравится кукурузу покупать. Тевтели мясные. В томатном соусе. 300 грамм. Фирма Старина. Мне оператор попросил обратить на это внимание. Читаете да? Фото реальное. Так что. Сейчас посмотрим. Обязательно вывалим. И посмотрим что у нас за фото. Тевтели обжарены. Говядина кур. Мясо кур. Крупа рисовая. Понятно. Масло растительное. Лук репка. Это специи. Томатный. Томатный соус. Вода. Ключа нет. Упаковка старая. Старина. Прямо меня вот это беспокоит. Ну ладно. Еще попробуем. Наши тевтельки. Ну вот как бы оператор сказал насчет. Я не к этому что запах противный. Запах приятный. В принципе стандартный запах. Томатный. Вот. Он сказал насчет фасоли как кильки. Запах. Типа фасоль. Как кильки. Здесь то же самое. Вот они делают один и тот же маринад. Вот я как будто сейчас нюхаю. И я ну. Как будто я кильки нюхаю. Как будто я вот фасоль до этого нюхаю. Может там чуть попекать не так. По копченей. Ну то же самое. Ну видите. Все желейно. У нас стояло все при плюс 2-3. Тевтелек много. Достаточно. Вот. А кстати томатный. Томатные пасочки то наверное не хватает. Но если погреть может быть и будет. Тут вот смотрите. Осталось буквально ерунда. Вырулили все. Оператор скажет съест. Сейчас заберет с собой. Если что. Видите. Видите. Где базилик? Где базилик? Или что это? Базилик где? Нету базилика здесь. Где он? Не положили базилик. Но они сказали. Фото реальное. А где базилик? Ну ладно. В принципе аппетитно. Особенно в картинке все выглядит. Вот на телефоне я смотрю сейчас. Так как бы менее аппетитно. Вот. Картинка как обычно сглаживает. Ну. Тевтелек много. Раз, два, три. Две туда. Пять. Тринадцать штук. Как ни странно. Американцы бы не стали есть наверное. Да? Тринадцать штук тевтелек. Они бы не стали это точно есть. Ну мы же не американцы. Русские люди. Мы как бы пробуем. Смотрите как писали. Рис. Вот видно да. Рисовая крупа присутствует. Тут всякие лучки. Не лучки там. Что-то еще тихнул. Ну. И не от этого морщусь. Ну. Не соевое мясо. Но я ел намного вкуснее тевтели конечно. Ёжики. Плохого ничего не могу сказать. Мясо не чувствуется особо такое. Ну мясо чувствуется. Только непонятно что это за мясо. Можно даже подумать что это рыба. А не мясо. А вкус приятный. В столовых даже я иногда хуже ел. Пробовал. Не только в столовых. Одинца минус. Мало соуса мне кажется. Томатного. Тевтерек много. Мясо как бы. Это приятно. Семерочку дам по десятибальной. Ну и трешечку по пибальной. Тунец. Натуральные куски. Создано море. Всякие слоганы интересные. Русский рыбный мир. Русский рыбный мир. Это какая-то фирма. Да? Получается. Да. Город Москва. Поселок Курилово. Русский рыбный мир. Русский рыбный мир. Такой потек тунец. Ну вот смотрите. Наблюдайте. Много воды. Ой, блин. В лес. Много воды. Много воды. Такая вода вот. Непонятная. Выливаем. И наблюдаем. Тунец тут какой-то у нас странный. Смотрите. Что за тунец такой? Вы видели, какого мелкого тунца? Ну, ребят. Ну, это не тунец. Это что? Издеваетесь ли? Такая сардина. Или саря. Вот мы можем вот. Что, не банки перепутали? Нет. Ну, может, тунец такой есть. Ну, есть, конечно, мелкий тунец. Ну, он прям вот чувствуется сухой. Какие-то сардины. Ну, это не тунец. Ну, да? Теперь я понимаю. Понимаете, вот какой у нас? Вы покупаете тунец рубленый в масле. Вы понимаете, с чего он делан? Вот это, видите? Я привык к тунцу. Как бы они есть такие. Красное мясо, все дела. Если это сыром виде. Если в таком, естественно, он вот такой мы привыкли. Тунец. Вот такой тунец. Вот. Где она там? Видно, не видно? Вот такое мясо у него. У рубленого тунца. Нет. Есть мелкий тунец. Есть крупный тунец. Крупный и дорогой. Я не спорю. Но, видимо, здесь самый дешевый тунец. Разнообразие его. Какое присутствует. Вот ловится там где-то у них там. Где они там ловят его. В городе Москве, блядь. Тунца они ловят. Даже вот, больше нечего тунец. Тунец макреловый. Вид разделки куски. Видимо, ну, как бы, все понятно теперь. С этим делом. Тунец макреловый. А макрель, как вы понимаете, это что у нас? Скумбрия. В принципе, идентичная этому. Так что, что мы кушали скумбрию. Сухая. Что мы вот эту макрель кушаем. Или как-то тунца. Сухой. Он даже еще суший, мне кажется. Вот вы воду вылили, он сушится на глазах. Прям вот. Он сухой. Ну, может, салата вот добавляете. Там, я не знаю. Может, он вкус изменит какой-то, даст. Но именно так есть. Я даже на природе расстроюсь, если я вот возьму его на природу и открою. Ну, два. Ну, и три. Вот как там хотите. Где хотите, там, вот и думайте, где я поставил два, а где три. Не рекомендую вам покупать его. Ну, мне не зашел. Салат годится, наверное. То есть, там, для любимых гостей. Какие-нибудь, самых любимых хотите приготовить. Да, кстати, майонез спасет все. Оператор подсказывает. Молодец. Мазик вообще пасает все ситуации, все сухости. Он все смазывает, где не надо, где надо. Мазик, это вещь такая. Он вот делает из блюда, из любого блюда. Если вы даже чем-то испортили его, вот, как этим тунцом, если добавить его в салат. Вы мази-майонез добавите и все исправите. Валентина, какой прекрасный тунец у вас в салате. Валентина скажет, да, я могу вам дать рецепт, где я его покупал. Вот, там, магазин, там, адрес. Он скажет, да, где фикс прайсе. Иди, сходи, купи, Наташечка. Вот так. И Наташа сходит, купит. А там уже все, Володя все купил, все вот тунца. Так что, ребята, если до салата, покупайте. Если нет, то нет. Переходим к овощному блюду. Лечо по-болгарски. Фирма там где-то мелкая у нас есть. Написано, какая-то корзина. Перец сладкий, вода, томатная паста, сахар, соль, загуститель. А, ну, короче, лечо из перца только одного, я так понимаю. Ну, посмотрим сейчас, что за лечо у нас. С чем его едят. До 23 года, 3 года хранится. Баночка открывается легко. Запах такой лечо. Прям, ну, кто знает запах лечо, кто знает запах лечо. Сейчас вывалим, посмотрим. Ничего не болтали, ничего не делали. Так, вывалим немножко. В принципе, нормально. Все есть. Томатная, перечная, все такое. Никаких специй больше я не вижу. Нарезано полечо все. В принципе, как обычно. Пробуем. Что-то мне напоминает. Не противно, вкусно. Не понял, что напоминает. Где-то такой вкус пробовал уже. Два в одном блюда даже, вам могу сказать. Есть такой вот кетчуп краснодарский. Это кетчуп. А это перец. Ко-ченько, будто залили перец отварной кетчупом. Чисто мое мнение такое. Естественно, если вы дома сделаете сами. Приготовите с перцем, зальете домашним каким-то там кетчупом. Это будет еще вкуснее в разы. Но 55 рублей не жалко. Реально пойдет к макарошкам. Гречки. К любым крупам. А соль нормальным. Перец не передержали. Довольно-таки хрустящий, такой мягкий. Где-то девяточка по десятибалльной. Четверточка по пятибалльной. Мне понравился. И дальше вот у нас горбуша. Горбуша натуральная. Изначально, когда я это увидел банку, мне показалось, что она, наверное, самая неплохая будет. Но потом я подумал, что это будет полное гадон. Потому что это республика Крым. И опять же Симферополь. Это вот мы такое пробовали уже где-то. Все, ключа нету. Ничего нету. Вот просто написано горбуша натуральная. Больше ничего нету. Так что скрываем, пробуем. Как бы это самое опасное блюдо для меня. Масла много, вот сразу видно. Видите, да? Что это у нас? Видите вот этот момент? Плавник у нас какой-то сверху лежит. Ну, что это такое? Нет бы внизу его звезда, да? Вот как обычно. А не вверх сразу. Опять же, листая все такое. Какие-то вот от головы кости, мне кажется, вот тут лежат. А вот, ну, вот вываливаю. Не нормально. Не наебте? Ой, ребят, это вообще, это б***ь, конечно. У меня других слов нету. Я, я, моя чуйка не подвела меня. Блин, даже я кошкам не буду, мне кажется, отдавать. Тут, смотрите, какая-то розовенькая, да? Смотрите, розовенькая. Попробовать надо. Попробовать надо. Чего облизать? Позже ничего. Вон он острый. Такая штучка. Ну ладно, попробую, что я вот самый приятный нашел кусочек. Внешний вид не очень приятный. Жаль, что у меня хочется пробовать. Я понюхал, оператор понюхал. Я хотел убежать уже, честно, куда-то вот сходить. Такую горбушу я никогда не вскрывал. Ребят, не советую. Это вот, ну, мне нет оценок. Это меньше нуля уже даже. Ну, крымскую горбушу не берите. Запомните, крымская горбуша, она... Откуда в Крыму горбуша, вот сами подумайте. Это ее везут тухую в Крым, а потом в Крыму делают. И везут нам, продают, да? Фикс-прайс. И вообще не берите это все. На, оператор, попробуй. Ребят, ну, вот у нас завершающий момент в нашем видео, наконец-то. Мне уже распучило. Дай саму попробую, хвостик, да? Свинина, свинина. Консервы мясодержащие фаршевое стерилизованное мясо. Безвкусная еда. Скажем об этом без прекраса. Мы в авангарде. Нам подавай мясо. Типа у них тут такой-то слоган. Вода, свинина, мясо, механические обвалки, куриные. Диафрагма свиная. Жир свиной, шкура свиная. Соль, лука, агент жирующий, карагинат. Абалт, пром, мясо. Зачем на балтике мясо? Там рыба есть. Калининградский область, город Калининград, яблочный. Сегодня мы что-то пробовали уже с Калининграда. Куда? Мне кажется. Она не хочет даже скрываться. В принципе, на вид. Ну, тушеночка такая. Сейчас вывалим, посмотрим, что у нас по мясу. Ну, запах не особо отродительный, как бы тушеночный, но не очень приятный. Да, свинина присутствует, вот мясо суховато. Греть ее надо. Греть ее, наверное, надо. Вот такой вот один кусок на эту свинину. Все остальное. Остальное, вот фаршовая, наверное, курица, я думаю. Шкура там. Все остальное. Попробуем сейчас вот эту часть. Ну да, фарш. Не очень приятно. Не манит запахом приятным. Не берите. Много мяса, фаршов. Ну, как бы, если вам еще покупать нечего, то покупайте. Но я советую лучше не покупать 55 рублей, сэкономить. Ну, возьмите другую тушенку. Вот эту не берите. Точно это невкусная тушенка. Это вот была завершающая баночка. Я очень счастлив. Наконец-то вот мы сделали обзор более дорогой продукции нашей FixPrice. И всем приятного аппетита. Надеюсь, я вам его не испортил. В этом видео как бы старался как мог. С вами был как бы Димас. Вся банда наша Cooks Brothers Hooks. Всем добра мира. Всем приятного просмотра. С вас лайки. Подписка. Увидимся в новом видео. Пока-пока, ребята.